Hi there! It's English with Peter. Привет, друзья мои! Сегодняшний видеоурок будет основан на отрезочке, на отрывке из мультфильма Zootopia, Zvieropolis. И сегодня, как вы видите, я познакомлю вас с очень интересной и супер нужной фразой, если вы хотите обогатить ваш словарный запас, on account of. Account – это какой-то счёт. То есть, дословно, на счёт чего-то. Но по-русски on account of – это из-за, по причине чего-то, из-за кого-то, из-за чего-то. То есть, по сути, это более сложный эквивалент фразе because of. Я крайне часто встречал эту фразу и крайне рекомендую её вам запомнить. On account of. И сегодня, друзья мои, вы убедитесь, что учить английский, начинать учить английский по мультикам может быть сложной задачей, потому что в мультиках, особенно в современных, говорят очень сложно и быстро. Сегодня вы в этом убедитесь. Посмотрим второй раз. А теперь, друзья, прочитаем, послушаем вместе, после этого разберёмся деталей, ну и после вы поймёте, что вы поняли гораздо больше. I use them to keep the bugs off the produce. But I don't like the little ones going near them on account of what happened to your uncle Terry. Oh, Gid's talking about those flowers, Judy. I use them to keep the bugs off the produce. But I don't like the little ones going near them on account of what happened to your uncle Terry. Послушали, прочитали. Теперь давайте это сделаем ещё раз для закрепления. Oh, Gid's talking about those flowers, Judy. I use them to keep the bugs off the produce. But I don't like the little ones going near them on account of what happened to your uncle Terry. Так, второй раз вы послушали уже с оригинальной скоростью, и я думаю, что вы поняли, что это было очень сложно. Итак, давайте теперь я помогу вам и разберёмся с деталями. Для начала переведём. О, Gid имеет в виду те цветы, Judy. Я использую их для того, чтобы отгонять жуков от урожая. Но я не люблю, когда мелкие, ну дети, приближаются к ним из-за того, что случилось с твоим дядей Terry. Итак, поехали разбирать. Что такое и кто такой Gid? Gid — это один из героев мультфильма. Это Gideon Gray. Сейчас вы видите его на экране. Это Лис. Он просто участвовал в этом диалоге, поэтому папа Джуди его использует слово, его имя. Gid's talking. Обратите внимание на сокращение. Gid's talking. Что такое S? Это is. Gid is talking about. Крайне распространённое сокращение. Gid's talking about those flowers. И обратите внимание, у меня получилось сказать быстро. Можете проверить себя. Сможете ли вы сказать с такой же скоростью, как папа Джуди? Gid's talking about those flowers, Джуди. Oh, Gid's talking about those flowers, Джуди. Gid's talking about those flowers. Gid's talking about those flowers. Потихонечку ускоряйтесь, друзья. Очень это был непростой эпизод. Oh, Gid's talking about those flowers, Джуди. Поехали дальше. Вторая строчка. Бирюзовым цветом выведена фраза Keep the bugs off. Баг — это жуки. Keep off. Keep off — это отгонять кого-то. Держать что-то подальше от чего-то. I use them to keep the bugs off the produce. I use them to keep the bugs off the produce. Keep the bugs off. Ну или, допустим, Keep the children off the fire. То есть держите детей подальше от огня. Keep the children off the fire. Или stay away. Синоним этой фразы to stay away from something. Или в нашем случае keep off. Keep off the produce. Что такое produce? I use them to keep the bugs off the produce. Как глагол, друзья, вы знаете. Produce, точнее produce, это производить. Но это produce. Produce, смотрите, друзья, на экране сейчас у вас появилась фотография. Produce — это agricultural and other natural products collectively. То есть это сельскохозяйственные или другие натуральные, естественные продукты в общей формулировке. Допустим, davery produce. Это молочная продукция. Produce, да, это продукция. Но в русском языке, помимо продукции, у нас может быть все, что угодно. А в английском produce — это именно выращенные натурально, то есть земли produce. Если вы введете в гугле, друзья, слово produce, то увидите и посмотрите существительное. Крайне рекомендую, друзья, если вы не знали этот лайфхак. Если вы сомневаетесь в значении того или иного существительного, вводите в гугле картинки. Все встанет на места. Так вот, если вы введете produce, в гугле вот что вы получите. Это фруктовощи. Это produce. Produce, produce. Помните, есть такое же слово? Универсал. Present, present. Present — это представить. Present — это подарок. Так и здесь produce, produce. Друзья, если вы не знали, пожалуйста, мотайте на уз, берите на вооружение, используйте эту фразу. Дальше, друзья, я бы хотел обратить ваше внимание на две фразы, которые выделены зеленым цветом. Начнем с слова but. Это такое произношенческое сокращение просто имейте в виду, что в реальной разговорной речи, в реальном разговорном английском but I читается как барай. Это правило, друзья. Я думаю, что если вы со мной давно и смотрите каждый выпуск, большинство из них, вы знаете, что если слово заканчивается на t, а следующее слово начинается на гласную, в нашем случае это i, t читается как r или d. Как вам удобнее? Мне удобнее r. But I don't like. But I don't like. But I don't... Попробуйте. But I don't like. R. But I don't like. But I don't like. But I don't like. Собственно, как папа Джуди сказал. But I don't like. Little ones. But I don't like the little ones going near them on a... Друзья, если вы знаете, а может быть и не знаете, для того, чтобы избегать повторений, следующее второе существительное часто называется словом one. Допустим, this one. Вот это. Допустим, если вы не хотите повторять существительное, которое было использовано до этого. В этом случае little ones – это дети. То есть маленькие. Как я их обозвал мелкие. I don't like the little ones. И обратите внимание, что хотя слово one, вы добавляете сочку, имея в виду несколько таких малышей. But I don't like the little ones going near them. Them. One's going near them on a... One's going near them on... Я произнес как them, но на самом деле, если вы послушаете, папа Джуди произнес как... One's going near them... One's going near them... One's going near them... M. Это мы уже, друзья, с вами тоже разбирали, но я повторю, потому что это было не так часто. Местоимения them, her, him... Очень часто первые буквы, они не произносятся. TH в данном случае не произносятся. Going near them... Near them... Near them... TH не читается. But I don't like the little ones going near them... Near them... Собственно, как он и произнес. Если вы не знали, друзья, мотайте на ус. Near them... Near them... On account of what happened to Uncle Terry. Ну и после этого, друзья, наша с вами ключевая фраза on account of... One's going near them on account of what happened to your Uncle Terry. Из-за чего-то, по причине чего-то. То есть он и говорит, что он не любит, когда малыши подходят к этим цветкам из-за того, что случилось с их дядей Терри. А там дядя Терри, он как только подошел к этим цветкам, то ли понюхал, то ли съел их, он с ума сошел. Посмотрите мультик с Верополис, друзья. Крайне рекомендую. Отличная картина выдалась у Диснея. On account of... Ну, друзья, как обычно, как уже у нас повелось, для закрепления я предлагаю вам посмотреть и ознакомиться с некоторыми примерами, текстовыми примерами использования этой фразы. Поехали. Please don't stop the class on account of me. I'll just observe from the back. Пожалуйста, не останавливайте класс из-за меня on account of me. Я просто буду наблюдать с заднего ряда. Или дальше On account of the rain, we'll have to postpone the game until the next week. То есть из-за плохой погоды, из-за дождя мы будем вынуждены отложить, перенести игру до следующей недели. Ну, или дальше другой пример. Flights were delayed on account of the bad weather. Полеты, все рейсы были отменены из-за плохой погоды. I can't go, but don't stay in on my account. Я не могу пойти, но ты не оставайся из-за меня. On my account. Видите, из-за фразы, вместо фразы on account of me, здесь было использовано on my account. Эта фраза тоже очень часто употребляется. Друзья, я думаю, что вы примерно поняли, как и когда и где эту фразу употреблять on account of. Если вы хотите попрактиковаться, внизу в комментариях оставьте ваш пример использования этой фразы on account of. Итак, друзья, вот таким вот выдался сегодняшний видеоурок. Сегодня вы узнали очень интересный синоним простой фразы because of, а наша сегодняшняя фраза on account of. Вы узнали, что такое produce, что это сельскохозяйственная продукция. Остерегаться или уберегать кого-то от чего-то, по-английски будет keep somebody of something. Ну и сегодня мы немножко попрактиковались в произношении. Сегодня был насыщенный урок, сегодня он был очень информативным и, я думаю, что интересным. Вы получили удовольствие. Друзья, как обычно, желаю вам потрясающего дня, в какое время часа, в какое время дня. Вы не смотрели это видео, желаю вам отличного настроения, учите английский с удовольствием, делайте это вместе со мной, English with Peter, а мы увидимся уже скоро. Stay tuned, guys. See you later. Oh, Гидс talking about those flowers, Judy. I use them to keep the bugs off the produce, but I don't like the little ones going near them on account of what happened to your Uncle Terry. Продолжение следует...